На работе слухаем Люксефам! Разважальный радио номер один! У Украины есть чему учиться. Они организовали это наступление, они смогли стянуть такие силы. Когда мы говорим, что невозможно в современной войне создать ударную группировку, оказывается, возможно. Сейчас по России распространяется какими-то семимильными шагами вот такой вот слух, что как только вот эта база Росрезерва, где пятый день горит российские дизели и авиатопливо, как только пожар там прекратится, то россияне поумнеют и свергнут Путина. Не знаю, правда ли это или нет, но, по-моему, вот этих вот заявлений на тему, что царь ненастоящий или царь ненастоящий, потому что не тем он занимается, а все сильнее и сильнее охватывает российское население. И самое важное, даже зет-пропагандисты понемножечку дребезжат. Давайте-ка просто проанализируем все, что произошло за последние сутки. Ну, если уж мы начали с базы, где хранился дизель, то 14 цистерн полностью сгорело, взорвалось, 4 частично уничтожено. Внимание, 44 пока находятся в состоянии неизвестности, взорвались они или не взорвались, потому что очень-очень сильный дым. Но даже если мы еще несколько дней будем смотреть, как они горят, а, как известно, нам это нравится, время пребывания Путина во власти сокращается семимильными шагами. Так что пусть горит Ростовская область, потому что горит не только она, горит и у Родина Ольки Скобеевой, а в данном случае уже Волгоградская область. Я вам хочу поделиться информацией или сообщениями, которые мне передали с Сумской области. Вы представляете, две недели, как артиллерийские налеты на украинское пригранище прекратились в Сумской области. Не бьют теперь по Белопиллю, по селам, которые находятся возле Белопилля, не прилетают туда грады или что-то побольше, но РСЗВ. Почему? Да потому что мы действительно так неплохо отодвинули фронт, и сейчас российским захватчикам нужно решить важную задачу. А что делать с Теткина до того момента, пока мы не сделали из него Дядькина? Это такой там медвежий угол со всех сторон, окруженный фактически украинской территорией. Населения гражданского там уже нет, но военные остались. Теткина это горит днем и ночью. И это прекрасно. Вопрос, которым задаются сейчас западные СМИ, удастся ли нам взять порядка трех тысяч российских солдат в плен? Но они там бегут через Сейма, мостов, понятно, нет. На понтонные переправы уничтожаются вместе с понтоньерами, не путать их с гондольерами. И некоторые переплывут, конечно. Я единственное рекомендую оставлять на берегу каски, оставлять на берегу бронежилеты и автоматы. Потому что речка такая, что если нырнете с автоматом, она может вас забрать вместе с автоматом. Не будьте такими дураками, как Владимир Путин, на которого сейчас все бакланят. Это же он схватился за украинский Донбасс и понемножечку продолжает сливать Курскую область. Тут есть даже такие наблюдения, а когда остановится украинское наступление в Курской области? Вы не смейтесь, пожалуйста. Но военные эксперты говорят, наступление остановится, когда у Украины закончится топливо. Ну, в смысле, у наших танков. Ну, примитивно говоря, можно сказать, что даже если им не противодействовать, они все равно где-то остановятся. Потому что вопросы обеспечения войск, вопросы логистики, вопросы технического обеспечения, ну, всестороннего обеспечения, так или иначе, как в законе Парета, это 80% проблем решаются сами по себе. А чтобы решить оставшиеся 20%, нужно потратить 80% энергии, которую мы сохранили при нерешении прежних проблем. Так что ли? Такого экспертного мнения я еще не слышал. Если честно, что все у них рассосется само по себе. Единственное, что нужно дождаться, когда догорит нефтебаза в Ростовской области. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И если я уже начал говорить о Сумской области, то тут важно отметить, что артиллерия действительно перестала доставать до украинских населенных пунктов. Но КАБы продолжают лететь. Продолжают лететь днем и ночью. И они забирают жизни. Именно так. И, соответственно, все прекрасно понимают, что нужно что-то делать с российской тактической авиацией. Можно, конечно же, делать запросы в НАТО, в Белый дом. Давайте вместе просто сожжем все российские аэродромы. И нужно продолжать это делать. Тут не надо лениться. Но можно еще и работать самостоятельно. И тут произошло такое, что просто... Ну да. Волгоградская область горит. Народные корреспонденты передают страшное. Нам объявили собрать документы. Возможно, будет эвакуация. Взрываются снаряды, которые в самолеты загружаются. Как они лежат там в хаотичном порядке, непонятно. Короче, могут лететь куда угодно. Туда ни людей, никого не подпускают. Потушить бесполезно. Это горит военный аэродром Мариновка в Волгоградской области. Об этом даже сообщил гауляйтер этого региона Никтандрей Бочаров. Скоро он поменяет фамилию на Бочаренко. Он пишет, что действительно был налет беспилотников. Все сбили. Часть остатков упала на взлетную полосу. И началось. Что началось? Началось такое. Я так думаю, что это будет в результате сильно похоже на то, что случилось на авиабазе Мороза с Кростовской области. Помните, две недели назад? Там ИСу-34 сгорел, как минимум один на стоянке. Ну и самое главное, просто мы подняли сначала воздух, оно там взорвалось, и упали российские кабы на грешную российскую землю. Решили остаться там. Ну то есть чисто лунная поверхность. И судя по всему, там ЧП просто какого-то безумного масштаба. Давайте-ка послушаем. Просто мне больше всего нравится, а, ну конечно, нравится, когда оно горит. Это понятно. Я же украинец. А с другой стороны, мне очень нравится, как комментируют местные жители. И они так комментируют, что такое впечатление, что своему царю они не доверяют. Военному командованию они не доверяют. Если так будет продолжаться, это молчаливая масса. Она будет продолжать молчать, но и жить в санитарной зоне. Было масса свидетельств. И вы наверняка некоторые уже видели в телеграм-каналах, как народные корреспонденты все это фиксируют, скидывают, соответственно, в СБУ и в Главное управление разведки, чтобы мы могли наценить происходящее. Но один корреспондент, он был очень откровенный. Он прямо сказал, что аэродрому настало... Такое впечатление, что они не очень рады прилету наших дронов. Но почему же? Это называется демилитаризация. Да, на видео вы видите, что уже поднялось солнце над этим населенным пунктом, а дым становится все ярче и ярче. И как это можно описать? Ну как? Конечно, многие могут сейчас россияне порадоваться, как Путин смотрел, как Адам Кадыров красиво стреляет с пистолетом. Ну и в целом фотографировался с сыновьями Кадырова. Это прекрасные кадры. Сразу видно, что царь занимается нужными делами. Но почему-то какие-то такие предательские нотки начали появляться в эфире. И не хотелось бы, конечно, обострять эту ситуацию. Но граница между недоразумением и предательством незримо. Она находится в таком глубоком тумане, где непонятно, где что происходит. Предательство. А на экранах кто? Новый министр обороны фашистской России Андрей Ремович Белоусов. Я сказал Андрей? Нет. Он Андрей. Им же он и умрет. А пока Мариновка продолжает нас радовать. Ведь, понимаете, чем больше будет гореть российских аэродромов, вообще-то там от линии фронта больше 400 километров, тем меньше кабов будет падать на украинские позиции. А это реальная проблема. Только благодаря этому российские нацисты продвигаются на Донбассе. Или в первую очередь благодаря этому. Ну, а мы что? Мы насладимся, как оно горит? Вам же тоже это нравится. Признайтесь. Поли наши домашние украинские. Это серьезная трагедия, ребят. Случилось здесь у нас. Это очень серьезные вещи. И до сих пор они его утюжат. Вы чувствуете, как он дышит тяжело? Очень тяжело. Волнуется человек. Предполагаю, он страдает лишним весом. И это значит, что ему будет очень тяжело просить Путина, чтобы тот помог. Вот такие новости у нас серьезные. Все горит, все взрывается. И до сих пор все взрывается. Возможно, это Балагойда. Еще Октябрьскому аэродрому пришла Пи... Кобзда, да, пришла этому аэродрому. Тут нужно объяснить, что аэродром называется Мариновка, а находится он в населенном пункте Октябрьский. Ну, как говорится, к черту подробности. Главное, что мы понимаем, что она очень и очень плотно загорелась. Вообще, там, на этом аэродроме базируется Су-24 в первую очередь. Но сейчас, когда российская авиация вся пришла в движение, тут нужно сделать некоторое пояснение. Дело в том, что они же из програничных аэродромов, которые мы уже или вынесли, или вы... или закрыли, и они оттуда перебазировались, а остатки самолетов где-то же надо все равно садить, заправлять, подвешивать бомбы. Так вот, что известно на сегодняшний день. Значит, на этом аэродроме Мариновка было 14 бомбардировщиков Су-24М и еще 5 бомбардировщиков Су-34. Именно они взлетали и наносили удары ракетами Х-59 и Х-58. Ну, соответственно, использовалось это и для проведения разведки и так далее. Ну, вот, будем исходить из того, что вся эта история уже в прошлом, а там на болотах занимаются, знаете, чем? Говорят, что нужно учиться у украинской армии, не у Адама Кадырова, который так красиво бегает по тиру и стреляет из пистолета, пулемета, нет, ни российского производства и ни чеченского. У Украины есть чем учиться. Они организовали это наступление, они смогли стянуть такие силы. Когда мы говорим, что невозможно в современной войне создать ударную группировку, оказывается, возможно, и каждый российский гражданин задается вопросом, кого отправляют на курсы в Украину? Владимира Путина, я, честно говоря, не то, что не советую ему приезжать, я там слышал, он на парад собирался в Киев, это, конечно, не точно, потому что еще то, но вопрос в том, что мы ратифицировали римский статут и теперь в случае пленения на Владимира Путина получается, что мы должны его не пух, отправить в Гаагу. Вот не уверен, что полностью мы будем придерживаться этой позиции, но вы напишите в комментах в случае пленения Путина в расход или в Гаагу. Тут и первый вариант, и второй имеет плюсы и минусы, с другой стороны, если все пойдет так, как сейчас, то Адам Кадыров лично привезет его на цепи и сдаст или Кириллу Буданову, или, соответственно, Международному криминальному суду. Значит, эти ребята военные эксперты из фашистского телеканала, да, Россия такая страна, у них там есть отдельный канал, нацистский канал Соловьев Лайф и в чем его особенность, что там только нацизм. Если условно в эфирах первого канала Россия 1, то там нацизма где-то процентов 50, там они еще всякие мыльные оперы показывают, всякое другое такое, которое усыпляет россиян, то эти нет, тут хардкор и только нацизм. Но даже эти люди говорят, что решение Министерства обороны Российской Федерации неадекватны. А кто назначает руководство Минобороны, точнее Миннападения? Это Путин, который бегает как ужаленный ***. Хотя почему как? Ну на самом деле из того заявления, которое сделано Министром обороны, многого понять невозможно и намеренно это сделано или нет, значит, или они сами не понимают, чего хотят достичь окончательно, или просто не хотят, чтобы мы поняли, что происходит. Но в настоящий момент координационный этот центр, который создали, это временный орган управления Министерства обороны, направленный именно на ликвидацию последствий вторжения и предупреждение вторжения противника на других направлениях. Вот это главное, что можно вынести. Такое впечатление, что эта банда информационных преступников осознали, что Курск Путин сдал. С другой стороны, ему не впервой. Но мне нравятся эти формулировки. они смотрят на своих начальников, командиров и никто никому не верит. Путину не верят, министру обороны не верят, про начальника генштаба вообще тут не упомянули. Да, вот они такие хитренькие придумали и создали что там. Значит, группу Брянск, соответственно, Курск и Белгород. Насчет Брянска, ну, не спешите, хотя сегодня уже сообщали о том, что начались бои на границе с Брянской областью. Да нет, это просто кто-то ходил за грибами, увидел российского солдата и по привычке открыл огонь. Ну, а как вы хотели? Это же все последствия российского нацизма и как результат вторжения. Теперь правило такое. Видишь российского солдата, открывай огонь на поражение, а там, слушайте, учат на российских военных учиться у нас и в целом восторгаются украинской армией или, если уже использовать мемчик, восхищаются в СССР. украинцы очень хорошо научились скрывать сосредоточение сил. Эти вот изначально лягушачьи прыжки, о которых мы рассказывали в 22-м году, в 23-м, возможность перевозки техника гражданскими трейлерами и маскировка их в районах, она уже нам показала, что они смогли все-таки создать ударную группировку. Поэтому в первую очередь надежда на разведку. Очень интересная история про эту российскую военную разведку. Раньше это называлось ГРУ, сейчас Главное Управление, но суть от этого не изменилась, за исключением того, что все теперь не так, как в книжках Виктора Суворова, где служили суровые мужики, которые все видели и все знали. Оказывается, уровень или вес Главного Управления, имеется бывшего ГРУ в системе российского генерального штаба, оно равно нулю. Их просто посылают на три буквы. И если их посылают, а тут так много свидетельств, что было известно об украинском заходе или подготовке на российскую территорию, а все это проигнорировано, то есть Главное Управление ниже Плинтуса раз, Герасимов соответственно с большой вероятностью абсолютно осознанно сдал Курскую область. Далее Путин следует этому же тренду, говорит, что ну давайте разбираться с украинцами в Донецкой области, давайте все там уничтожим, а тут на Курщине будем делать акцент на авиацию. Бомбить, бомбить. Аэродром Мариновка показал, что могут быть вынесены коррективы. Но что там по российской разведке? Теперь главный вопрос. Вот война в Белгороде, в Белгородской области идет, в общем, не со вчерашнего дня, давно. Теперь Курская. Брянская остается прифронтовой. И опять-таки вот по-житейски рассуждаю. там можно только вот представить, что думают люди на Брянщине, вот глядя на то, что происходит. И тут не вопрос, там, сеем мы панику, не сеем мы панику. Докладами разведки часто пренебрегают красные командиры. Это практика. Это практика, которую я всю жизнь прослужил в разведке и знаю, как могут отмахиваться и говорить, да не пугай, мы пуганные, что ты ходишь, не пугаешь. Мы видим развал российского военного управления, как минимум на данном участке фронта. Я единственное, что хочу сказать, слишком часто они начинают сравнивать друг друга с пи***и, которые кукарекают. Тут Аптия Аронович в отношении военных блогеров использовал это выражение, а теперь мы опять видим и слышим. разведка это как тот золотой петушок в сказке Пушкина повернулся в сторону, особенно техническая и прокукарекал. А реагировать кто должен? Реагировать то должны войска. Если расценивать события в Курской области как разведку боем НАТО по проверке подготовки России к отражению агрессии, то значит мы не выдерживаем этого экзамена. Значит у нас на северо-западном стратегическом направлении, юго-западном, южном направлении будет происходить то же самое. И здесь нас территория конечно в некотором плане спасает, но заложниками остаются опять-таки мирные жители, а армия предназначена для защиты мирных жителей. Значит она не выполняет свои обязанности. И вопросов очень много, и претензий очень много. Я надеюсь это не критика, вооруженных сил. Я надеюсь, что меня правильно понимают. А здесь взаимодействие так понимаю между пограничниками и пехотой, которая должна была к ним подойти на помощь и занять эту позицию, которую мы называем линией Суровикина. Те оборонительные позиции этого не произошло. Вопрос почему не произошло? Вот если бы я очень грубо говорю, начальник заставы знал бы в лицо командира роты своего, пехотного, который должен к нему прорваться, или командира батальона, который должен был их усилить, он вряд ли бы сдался в плен, он бы держался до последнего, зная. А чтобы это случилось, они должны были как минимум один раз посидеть и побухать, ну так, по-мужицки, и познакомиться, знать друг друга в лицо, обменяться телефонами, номерами, и организовать еще одну линию связи вне начальников, которые сидят в Москве. Вот такие ненравы, значит, смотрите, предатели непосредственно там, в Курской области. Во-первых, губернатор, так называемый, ввел там сухой закон, а выяснилось, когда сухой закон, то есть, нет алкоголя, не налаживаются горизонтальные связи, в результате фронт рушится, уничтожаются паромные переправы, про мосты уже все понемножечко забывают, и да, есть все больше и больше шансов, что наше пригранище, как минимум в Сумской области, будет спать спокойно, а далее, далее война покажет, слишком много интересных трендов, и все больше и больше вопросов, а где Путин, где он, что он будет делать, сейчас, вот я смотрю, тут в телеграм-каналах несется вот эта вот тема, что вот сейчас обязательно начнется что, а, массированный удар по Киеву, ну, во-первых, они это планируют регулярно, во-вторых, могут ли они попасть в какой-то дом в украинской столице, в теории могут, смотри, Ахмадет, тут на выводы многие сделали, то есть, им надо пробить украинские комплексы ПВО, я не буду стараться это сделать, только вопрос в чем, чем вы нас грозите, вот даже если теоретически попадет в какое-то здание в центре Киева, там, где, как они думают, центры управления решений, принятия решений, ну, то есть, банково или еще что-то, у них сейчас главный фетиш это, то хочется сказать, ребята, вы же сами говорили, что центры управления решений находятся в Вашингтоне, так, если хотите каких-то действий, давай, но нет, когда дело идет об этом, сразу поджимают хвосты, и внимание, значит, все требуют наказать виновных, и, по сути, вот, преданные псы режима, занимаются дискредитацией этого режима, потому что, ну, прямо сказано, потеряно военное руководство, Путин сдает Курскую область. И все до единого думают, что все будет хорошо, вот сейчас постреляют, и, как всегда, остановятся. Люди, выезжая из Суджи, на машинах, вставали на обочинах, еще долго-долго ждали, что вот сейчас еще немножечко дым утихнет, пламя будет погашено, и можно будет вернуться в свои дома, они ждали. Когда к обеду был перебит газопровод, простые люди пошли, в МЧС взяли ключи и сами закрыли этот газопровод и остановили, пламя в Суджи. И потихонечку вот это все приходит к обеду. То есть в три часа начинается атака на регион, в трем часам собираются колоссальное количество подразделений Украины, которые как каратели заходят в населенные пункты. Я еще раз хочу сказать, что здесь не надо никого обвинять. Когда-то в этом разберутся, будут созданы комиссии. Ну как же нет виноватых? Вышел сам на себя. Виноватые, ответственные есть, у них есть фамилии. Значит, что мы тут услышали? Что люди сами взяли на себя функции МЧС. Значит, МЧСники свалили, как и другие органы власти. Вот что произошло. И вот эти вот рассказы, как он это так красочно описывает, что зашла украинская армия, вот везде стреляла. Слушайте, такое впечатление, что он пересказывает первые дни российского большого вторжения в Украину. Практически один в один. Но единственное, что россиянам в приграничных регионах все-таки повезло, что мы потомки великих укров, а не российские нацисты. Консервы, водичка и всякое такое. И все прекрасно знают в этой судже и в округе Коренева, Люгов, подожди, подожди, что самые большие риски это не украинская армия, а российские планирующие бомбы. Будем исходить из того, что после того, как Мариновка отправилась вверх, взорвалось там все, этих планирующих бомб, у них будет меньше. Меньше СУ, меньше российских пилотов и больше понимания того, что нефтебаза в Ростовской области догорает. И это значит, что приходит время действовать. Берешь Владимира Путина за ноги и из Кремля. Главное, чтобы этого маньяка, который допустил вот эти страшнейшие преступления, как и дни странно, не только против Украины, но и против России, как-то изолировали от российской власти. Кто-то скажет, вот, ты тут занимаешься, подговариваешь россиян, но все же понимают, что я прав. Понимают. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет, суд же наш, суд же и разберемся попозже. Подписки до побачения. эстон, если